парни всем высоко октановый привет недавно на заправке меня узнал подписчик и собственно в чем был его вопрос виктор заливал себе обычный 95 бензин а я заливал тот же 95 но так называемый улучшенный и он меня спросил мол артем а если смысл заправлять улучшена топлива и почему ты его заливаешь себе но времени у меня к сожалению особо не было и я пообещал снять видео на эту тему и поделиться своим опытом мало же нам вечных споров о том какой бензин нам ли 92 5 8 сот и так есть же еще и улучшенной версии этих всех бензинов и кто джидрайвы ультимейты что-то там еще и прочая маркетинговая замануха сегодня мы не будем подробно разбирать бензин с каким октановым числом лить совсем недавно у нас было отдельное видео посмотрите кто не видел и я надеюсь все сделали правильные выводы сегодня мы поговорим о том стоит ли использовать так называемый улучшенный бензин стоит он так-то дороже но насколько обоснованы фирменное обещание увеличить мощность на 15 процентов экономичность на 10 и поднять динамику на 8 придадут ли они двигатель вашего автомобиля сверхспособности или вылечат изношенный мотор от его болезни а что же нам обещают маркетологи обещают они нам экономию топлива супер динамику и чистоту двигателя и даже самая конченая развалюха в рекламе превращается ну прямо в суперкар мы не будем по пунктам разбирать все эти рекламные обещания и маркетинговые цифры почему спросите вы да потому что это просто реклама в исправном и ухоженном автомобиле никакого эффекта вы конечно не почувствуете эффект плацебо не более того но с другой стороны эффект все же есть вот такой вот парадокс но он есть парни сейчас просто хочу рассказать свою историю поделиться с вами своим практическим опытом как это было у меня как пожалуй все я раньше заливал обычный бензин ездил на нем проблем у меня не было у нас на тот момент это был год по моему 2013 12 наверное из улучшенных бензинов был только g-drive вот других не было 95 по он же drive но не суть то есть я заливал обычно он меня устраивал . заводилась ездила все было норм как и большинство из вас я раз в год заезжал мыть форсунки сказать что они тоже были грязные я не могу ну чутка да там факел распыла не всегда был идеален и за единицу времени когда их проливали тоже иногда в мерничках количество жидкости отличалась но не более того как бы после промывки все приходило в норму меняли колечко уплотнения прокладочки все стали я год ездил все было норм где-то в 2014 году случилась для меня большая радость я наконец купил свою мечту я хотел восьмой аккорд type с ну как бы пушка гонка я восемь лет как бы скопил на эту машину я ее очень хотел с момента и появления и и купил но радость к сожалению была недолгая оказалось что хонда то моя с мотором 24 поджирает масло два с половиной литра на 5000 километров я банально тупо не читал про этот мотор ничего потому что все мои хонды у меня было немало ни одна не жрала масло и тут такой подарок но это восьмой аккорд мы про него много снимали с этой машины начинался мой канал ну тогда я об этом не знал так вот залезли внутрь посмотреть что там происходит как и оказалось что внутри мотор ну не то что был прям совсем грязный но так скажем не совсем чистые посмотрели в цилиндры посмотрели на клапана посмотрели в камеры сгорания видок был не айс в камеры сгорания была сажа на клапанах была такая шуба не сильно но она была но не то чтобы совсем засрато но как бы было так скажем было прилично для honda было прилично значит заливал я в него 98 бензина обычная но через пару заправок через где-то через недели три после покупки на заправках исчез обычный 98 бензина слова вообще его заменили на 98 g drive то есть обычно 98 не было то есть я поездил поездил нету ну блин пришлось по конской цене заливать вот этот 98 g drive улучшены ну как бы начал и начал но через три-четыре заправки авто немножечко закапризничал то есть подрос расход топлива авто начала на холостых подтряхивать ну вроде как тяга похуже стало ну не критично но тем не менее оставлять тачку на сто и морозит жопу не хотелось решил я отложить этот момент до тепла была зима как раз было минус 30 там как бы совсем не хотелось на автобусе передвигаться но самое интересное через пару месяцев симптомы прошли двигатель заработал ровно в расход стабилизировался до ехать вроде стало в топа лучше ну и самый прикол заключался в том что когда я отъездил лето все прошло приезжая опять перед зимой помыть форсунки это на тот момент и уже полтора наверно года но год наверно точно проездил форсунки снимают проливают все четко форсунки факел ровно наливают ровно ну как бы ну помыли раз приехал про поменяли прокладочки все я уехал через год прежде опять все ровно он горит так чё их мыть как бы все нормально их мы даже не стали но собрали все я уехал но на самом деле чудо здесь никакого не произошло как оказалось вся эта рекламная мощность которую нам заявляют улучшенные бензины берут из-за мощи присадки которую добавляют в обычный бензин но по факту обычный бензин отличается от улучшенного большей концентрацией мощи присадки и якобы там еще смазывающую присадку для снижения трения добавляет так что же произошло с моим автомобилем я залил у него супер 98 джидрайв который должен был добавить динамики экономичности экологичности моему автомобилю он у меня через три заправки вообще захандрила закапризничал не сильно но сам факт был я думаю что отмылись некие загрязнения которые попали в систему питания что и породило вот этот негативный эффект потому что до этого случая вот этих вот всех улучшенных бензинов этот автомобиль не видел и что-то отмылось ну и подзабило но через какое-то время все это промылось и наметилась четкая тенденция на улучшение всех параметров почему я об этом так уверенно говорю да потому что при регулировке клапанов мы смотрели камеры сгорания впускные выпускные клапана и стало гораздо чище я видел что там было да я видел что стало там через год до в идеал все не отмылось но важна сама тенденция стала лучше кстати кстати на момент продажи автомобиля масло он стал расходовать всего литр на 5000 ну что как бы тоже для меня много но до этого два с половиной расходов это говорит о чем о том что все таки под отмылось под отмылось камера сгорания и видимо отмылись и закоксованные колечки а это уже было к чит концу четвертого года эксплуатации автомобиля то есть мгновенного чуда не произойдет если вы на это надеетесь но сама тенденция динамика на улучшение она абсолютно точно была я в этом уверен и видел своими глазами после перехода вот на эти улучшенные бензины я еще пару раз заезжал на стенд мыть форсунки но мастер грит но но не требуется чистая не поэтому я уже пять лет махнул рукой не езжу забил проблем вообще никаких нет в мазду со sky активом я лью 98 тоже ну там либо лукой лавские кто либо газпромовский джидрайв это не секрет настолько либо лукойл либо газпром них нас других заправок нет ну в отличие там от других регионов у нас монополия здесь жесткая вот поэтому sky актив движки они тоже склонны к загрязнениям много холостого хода зимой 95 либо 95 джидрайв ну летом только 98 соответственно тоже с улучшенными присадками будет интересно залезть мотор к 100 тысячам посмотреть вот но все видели sky активские моторы моторы с прямым впрыском там есть проблемы с этими отложениями посмотреть как будет там я еще туда не лазил но если будет интересно залезем посмотрим есть такая старая прописная истина не надо запускать болезни тогда и лечить будет нечего чистая всегда лучше грязного вот наблюдаем многие выбирают там масло какое залить там вот прям заморачиваться на этом да бензин люк ну там какой-то самый обычный самый простой и не парятся да но но вот здесь не нужно забывать что топливо это тоже очень важная жидкость автомобиля которая может быть даже важнее масло детонация убивает мотор некачественно топлива также может как совать колечки вызывать отложение на клапанах в камере сгорания и это не прибавит здоровье автомобилю и бензин может не только форсунки забивать но также приводить к очень нехорошим последствиям давайте немножечко еще про маркетинг те кто знаком с этими бензинами всеми с бензиновой темой знают что бензины которые соответствуют классу евро 5 уже по умолчанию должны содержать мощи и присадки так чем же они отличаются от всех этих экто джидрайвов ультимейтов и так далее да практически ничем просто в улучшенных бензинах концентрация моющих веществ ну якобы банально выше да и мощность и экономия про которую нам рассказывают в рекламе в основном проявляется из-за улучшенных моющих свойств подобных бензинов и речь идет не об увеличении мощности а о восстановлении и до заводских параметров за счет именно очищения топливной системы камеры сгорания клапанов и так далее однако увидеть это удается далеко не сразу как я вам рассказывал уже на своем опыт и а именно при долгом и постоянном применении тогда да эффект будет лить улучшенные бензины либо не лить вот в чем вопрос учитывая его стоимость бензин то и так не дешево но с точки зрения моего опыта парня я рекомендую в свежие новые автомобили однозначно лить такие бензины современные моторы как правило очень тепло нагружены с прямым впрыском где риск возникновения отложений очень велик поэтому чистота здесь залог здоровья именно в прямом смысле этого слова также производитель таких бензинов заявляют что помимо моющих присадок в них есть еще некие смазывающие присадки снижающие трение ну а как мы знаем ниже трения соответственно ниже износ ну и чуть-чуть вот экономия топлива ну возможно тоже будет если кто-то хочет попробовать заливать эти бензины в старые карбюраторные моторы здесь нужно вот как раз подумать почему да потому что основные преимущества таких бензинов проявляются все-таки на современных впрысковых моторах они для них именно и создавались и дело в том что строя топлива из форсунки в таком моторе позволяет лучше использовать мощи свойства присадок чем в тех же карбюраторных поэтому ждать эффекта на старичках придется значительно дольше ну либо очень значительно дольше ну и наконец что касается переплаты за все эти улучшенные бензины да он стоит такой бензин дороже но с другой стороны помыть форсунки заплатить за работу купить резиночки прокладочки вызвать такси ну и все неудобства связанные с тем что вы на какое-то время останетесь без машины чтобы помыть топливную систему ну по деньгам выйдет плюс-минус также поэтому я здесь именно за профилактику другой вопрос кто и как контролирует наличие всех этих улучшителей в топливе и где гарантия что под видом улучшенного бензина нам не продают обычно бензин по цене этого самого улучшенного и также есть еще много вопросов именно к недоливу топлива кстати когда мы были в севастополе мы заехали на заправочную станцию и увидели как бы парня с необычной такой канистры который заправлял заправлял топлива в эту канистру снимал процесс на камеру что-то корректировал и вокруг него суетились вот этот спир персонал этой станции заправочной нам стало интересно но у нас тоже камера есть мы подошли познакомились оказалось это кирилл парни знакомьтесь он живет в крыму именно занимается тем что рассказывает про автозаправочные станции про недолив про качество бензина про цены но и вот этот вот беспредел и всю ситуацию которая происходит в крыму именно на заправках поэтому здорово что у вас есть свой человек свой блогер у которого есть канал ссылочки будут в описании так что забегайте к нему просите какие заправки надо проверять по возможности кирилл ездит заправляется и рассказывает вам может быть вы как раз выберете ту заправку на которой стоит заправляться а может быть и нет также помните раньше была страшилка о том что когда только-только появились вот эти моющие все бензины было достаточно много случаев засорения топливной системы от отмытых отложений действительно это было раньше присадок вообще моющих не было в бензине и вот как на моем примере да у меня авто закапризничал но сейчас в евро 5 она уже достаточно давно на рынке продается они по умолчанию есть немного но есть поэтому но большинство так скажем автомобилей подготовлено вот к этим улучшенным бензином и каких-либо последствий и вот от этих мощных бензинов я уже сто лет как не слышал поэтому если кто-то хочет попробовать заливайте смело я думаю ничего не произойдет давно уже это все на рынке и ну каких-то таких случаев уже давненько я не слышал парни я поделился исключительно своим опытом на примере своих автомобилей то что я видел своими глазами я специально не стал прикладывать какие-то бланки отчеты и ну к сожалению фотографии у меня тоже не осталось но тогда youtube канал это не было вот но тем не менее это было пишите чем заправляете вы свои авто что думаете насчет обычных бензинов улучшенных я уверен что среди вас найдутся противники этих бензинов расскажите почему может быть но мне повезло я чего-то не знаю и если будет какая-то история я конечно же поделюсь ею с вами подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик до новых встреч увидимся